О чем страшно подумать, а не только говорить? Ты же мне вот на что посмотри. Как мы один за другим переходим отсюда и куда отходим? И что за жизнь устрояется для нас здесь на немногие дни, чтобы пожить лишь сколько потребно для испытаний и пробы добродетеля, а потом перейти туда, где пребудем навсегда? Обдумывать это есть дело благоразумных. И кто обдумывает, тот страшится и трепещет всегда, каждодневно умирая произволением, каждодневно ожидая разрешения от тела своего, и тем возбуждая в себе рвение на предлежащие дела, поверенному ему послушанию, и труды к трудам прилагая непрестанно. Ибо откуда более естественные подвиги святых? Откуда послушливость их до самой смерти? Откуда непобедимое терпение мучеников при сечении членов, при излиянии крови? Не отсюда ли, не от помышлений ли о скоротечности жизни и внезапной смерти, о предстании перед страшным судилищем и о нескончаемости вечных мук? Отсюда у них все. Отсюда претерпение жесточайших страданий, как бы в чужом теле. И блаженна душа, помышляющая об этом день и ночь, проводящая временную жизнь, как странница, пришельствующая здесь, и чающая блаженной той нескончаемой жизни, о которой говорит апостол. Чаяние тварь и откровение сынов Божиих чает. Ибо тварь в суете покорилась недобровольно, но по воле покорившего ее, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, свободы славы детей Божиих. Видишь, что обещается? Что все претворится в нетленье, и тварь из рабства приложится в свободу. Каков же будет день тот, о котором говорит святой Давид? Лучший день один во дворах твоих более тысяч. И святой Петр апостол, день один, как тысяча лет. Туда будем и мы простирать ум свой и сердце. Туда переведем вожделение наше, туда переселим помышление наше. И желание, чтобы, занимаясь такими предметами, укрыться нам от князя века сего, имеющего власть искушать нас, но бессильного не изложить нас, когда мы ограждены оружием подвижничества нашего, которого не только избегнуть, но и победить желаю вам, и смиренный я, и получить венец правды от Христа Иисуса Господа нашего. 312. Апостол заповедует всем всегда радоваться в Господе. Радуются же обычно одни истинные монахи, которые не пекутся ни о жене, ни о детях, ни о рабах, ни о деньгах, ни об имуществе, ни о чем другом, о чем пекутся плотолюбцы. Одно у них попечение, как угодить Господу. Об этом же пищись и есть радоваться всегда в Господе. Ибо где брак, рабы и все, рождающиеся отсюда, хлопоты все, это сокрушение Духа, которое дал Бог сынам человеческим, чтобы крушиться в нем, по сказанному от Соломона. Там неудобно радоваться о Господе, когда сказанные выше вещи отвлекают ум от преподобной памяти о Боге, при которой только и возможно радоваться. Состоя же в части радующихся Господи, будем радоваться и сорадоваться всегда друг другу. Чая за девство и нестижание наше воздаяние от мзо-воздаятеля Бога, обещавшего дать награду даже за чашу холодной воды, а не только за такие великие и преемственные деяния. Ибо воистину, великое и преестественное есть дело девства. Оно соприкасается с ангельским жительством и вводит человека в первоначальное состояние, имевшее место в раю, когда ни брака не было, ни рабства, но жизнь некая текла, безнуждная и беспечальная. Если скажет кто, что он не радуется, а печалится, то прошу сказать, отчего эта печаль? Что прежде наделал много грехов, но те уже прощены ради исповедания, отречения от мира и приятия иго послушания. Что каждый день мы уязвляем, бываешь, помыслами. Но если ты их отреваешь, то в этом предуказание у венчания твоего. Ибо никогда не венчают не вступившего в брань, но воители, и не награждают дарами не боровшегося, но того, кто доблестно состязался и взял верх. Видите ли, что на что могли бы мы указать, как бы на причину печали, там для нас источник радости. Будем же радоваться радости духовной, восставая и противостоя доблестнейшим кознем дьявола, молитвами и молениями отражая прилоги его, смирением и послушанием расторгаясь в сети его, с слезами и сокрушением потопляя его, как фараона, с самообличением и исповеданием отгоняя его далеко от себя и всеми другими добрыми деланиями не излагая его с помощью Божией. Таким образом, пусть разнообразен он в своих кознях, пусть многоискусен в злобе, пусть знает время, когда удобнее напасть на нас, ища умертвить нас, пусть умеет притворяться побежденным, чтобы потом нечаянно напав на душу, неприготовленную к тому, сделать с ней, что хочет. Но мы, стоя на страже своей, будем трезвиться и бодрствовать, держа неусыпающим око ума и сердца горящим любовью к Богу и пребывая вследствие того непреодолимыми и непреложными. Ей прошу, не будем малодушевствовать в брани, не ослабевать в борьбе со врагом. Близко конец сборений и подвигов. Еще мало, немного-немного, и грядущий придет и не замедлит. Или в час кончины каждого, или при скончании века, когда откроется он с небес ангелами силы, в огне пламенеющем и славе неизреченной, и узрит его всякое око и те, которые его пронзили, и плащ сотворят о нем все колена земные. Коль страшно и неописанно зрелище то, тогда возрадуется подвигом добрым подвязавшееся, прибывшее твердыми в искушениях, любителями преподобия, делатели послушания совершенные, и все во всем благоугодившие Господу. Но буди и нам сопричислиться к ним и вместе с ними насладиться вечных благ о Христе Иисусе Господе нашим. 313 Послушаем, что говорит апостол. Это говорю, ибо время коротко, да имеющие жен будут как не имеющие, и плащущие как не плащущие, и радующиеся как не радующиеся, и покупающие как не приобретающие, и требующие мира сего как не требующие, ибо проходит образ мира сего. Что значит проходит образ мира сего? То есть проходит, пробегает, и на один день не имея постояния. Но вчера ясно, ныне пасмурно. Вчера хорошая погода, ныне невзгода. А один поднимается на высоту, а другой падает с высоты своего достоинства. Тот из богатого делается бедным, а этот из бедного богатым. И бесчисленным изменениям и приложениям подвергается бедная жизнь наша, никогда не имея твердого стояния ни в чем. А чего же так случилось? От древнего бессоветия нашего, поскольку мы ни во что вменили данную нам в раю святую заповедь, быв окрадены сладкой лестью змея, то правильно преданы многострадальной изменчивой жизни этой, по причине кое состоялось и воплощенное домостроительство Господа нашего Иисуса Христа, возводящее нас в первобытное состояние и воставляющее бесскорбное и беспечальное то жительство. Почему мудрое и разумное дело есть среди непостоянности быть постоянным и среди превратности пребывать непревратным? Кому же именно это свойственно? Никому, как тем, которые распялись миру и пошли вслед Господа. Но таковы мы благодатью Христову и добрым отречением от мира отрекшееся и прекрасному послушанию себя предавшее, через которое совершается в нас восхождение в древнее состояние. Ибо так как мы за непослушание и непокорность изгнаны из рая, то Всеблагой наш Бог благоволил, чтобы мы через послушание и благопокорливость опять возвращали его себе. Будем же радоваться, что состоим в послушании, потому что оно вводит нас в вечную жизнь, но при этом требуется постоянство в подвигах и терпения в скорбях. Ибо если плоская победа достается многими трудами и потами, то тем более протещи победоносно поприще такой жизни, как наша, никому нельзя, кроме лиц мужественных и доблестных. Будем же, прошу, стоять мужественно, непрестанно, трезвенствуя, бодрствуя к Богу единому, устремляя вожделение наше и созерцанием его, постоянно занимая ум свой, будучи слезами и сокрушением омываемы, молитвами и молениями просвещаемы ими, привлекая благодать Святого Духа. Ибо ничем так не услаждается Бог, как душою чистою от страстей, и ни один многоцветный лук не издает такого благоухания, как душа, благоухающая добродетелями. Если же случится нам, когда воздремать, пробудимся поскорее. Пусть семь раз в день придется нам согрешить, но семь раз покаемся, и будем приняты. Пусть семьдесят крат седмерицы это постраждем, но столько же раз покаемся, и не будем лишены надежды помилования по божественному обетованию, только пребудем, прошу, постоянно, и не поленимся восставлять себя от падений. Уже близок конец подвигов, уже близки радости, веселья и венцы правды, которых досподобимся всем и благодатью, и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. 314. Придите, спасительный завет положим относительно последнего дня. Придите. Примиримся с Богом, прежде чем наступит неотложный час смерти. Ибо говорится, нет в смерти памятования о тебе, в аде кто исповедаться тебе. Не видим, разве как каждый день похищаются братья наши. Не видим, что мы, как овцы, обреченные на заклане, ныне живем, а завтра нет нас. Все взят и брат Ливерий, почитие которого сокрушило смиренную душу мою. Ибо, как говорят, его нашли в теле, внезапно умершем, лежащем на боку, подобно спящему. Таков его конец. Каков же будет наш, не знаем, и какой смерти мы умрем, не ведаем. Внезапно ли придет, или с каким-либо предуведением, на суше или на море, когда будем мы одни, или окружены братьями, кто разумеет ум Господень, и кто советником Нему был, чтобы знать день и час, место и образ кончины нашей. Страшно воистину определение смерти, и страшно впасть в руки Бога живого. Поэтому прошу, будем всегда в подвиге, всегда во внимании, всегда в делах по Богу. Тот-то, говорят, получил большой чин, другой разбогател, другой еще некто царем стал. И что все это? Все как сон проходит. Уснул сном своим, и ничего не нашел, все мужи богатства в руках своих. Всякая слава человеческая, как свет на траве. Избранники же Божии прекрасно совершили купли и получили чины неотъемлемые. И какие? Одни апостольские, другие пророческие, тем ученические, эти преподобнические, иные, хотя низших этих, но все же спасительные. Имина их в книге жизни неувидаема слава, ни с глаголом на радость. Им будем подражать и мы, и всеконечно получим какой-либо из этих чинов. Ибо независна благодать, и всякому желающему предлежит свой дар благей малому и великому, мудрому и немудрому, старцу и юноше. Если же не будем подражать, то не впустят нас в небесный брачный чертог дома Владыка и затворят перед нами двери его. Горе говорит Господь человеку тому, которым сын человеческий предается. Лучше было бы ему, если бы он не родился. Для всякого ясно, что слово это относится к предателю, но его справедливо можно отнести и ко всякому предающему собственное спасение свое. Не думаем о явлении великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, не помышляем о страшном решении, какой изречет неподкупный судья против всех стоящих слева, не представляем огня неугасимого и мук вечных невообразимых. Кто уразумеет это? Кто разумный есть кормчий, который добре управит себя и спасет душу свою от потопления духом из злобы? Мы же, поскольку по благодати Христовой избрали тихую и безмятежную жизнь, то еще и еще будем добре совершать плавание свое, еще и еще благодушно переносить все встречаемое, страхом Божиим ограждая каждый член. Да запретится оку любопытно смотреть, ухода не принимает суетного слышания, языкуда не позволится осуждать, ибо оклеветающий, говорит брат Божий, брата ли осуждает брата своего, оклеветает закон и осуждает закон. Рука пусть работает, потому что кто не хочет делать, тот да не ест, по присуждению апостольскому. Ноги пусть право шествуют путем мира, сердце да не уклоняется в словеса лукавствия. Но все, да будет все у нас благообразно и по чину, чтоб добре пожившись, подобиться нам благ вечных. 315, страница 610, 4-й том добротолюбия. Есть две добродетели, созидающие спасение человека, вера и любовь. Если б я видел, что вы погрешаете в чем-либо о вере, то о ней и слово повел бы я к вам, стараясь всячески направить вас на православное мудрование. Ибо без веры невозможно угодить Богу, ибо надо, чтоб приходящий к Богу веровал, что он есть и ищущим его воздает, поскольку же благодатью Христовою вера ваша здрава, то, оставя веру, поговорю с вами немного о деятельной жизни, коей двигателем должна быть любовь. Итак, прошу вас, как всегда, так и ныне, не неродеть о подвижничестве, а господстве над помыслами, о многоценном сокровище девства, которое мы по милости Божией любезно восприяли, и против которого враг наиболее со всем рвением направляет козни свои, ища через похищение его, похитить спасение наше. Ибо ведает, что этой добродетели мы уподобляемся Богу, как наоборот, потеряя ее, прилагаемся к скотам несмысленным, как написано, человек, который в чести неразумен, подобен скотам несмысленным, подобен им. О, скольких от века обольститель наш пленил плотской похотью! Но и доселе не перестает прерщать не только юных, но и старцев, и не только неродивых, но и челивейших, и против всякой почти души пользуется он этим оружием. Начинает он заготовлять яд этот с севанием неуместных помыслов. Потом, распаливший сердце похотями плоти и крови, вызывает его сказать что-либо из запрещенного. Затем внушает дерзость, коснусь от члена. После же этого наносит смерть. Ибо, как говорит апостол, похоть зачавшая рождает грех, грех, что соделанный, рождает смерть. Будем же избегать этой смерти вечной. Будем избегать этой многобедственной болезни душевной. Мне кажется, что эта болезнь похожа на сесотку. Как сесоточный, когда чешет себя ногтями, кажется, заставляет себе тем удовольствие. На деле же не удовольствие получает, а мучительные раны. И тем больше, чем больше чешется. Так и обладаемый похотной страстью не удовольствие получает, а муку. Не насыщение пустоту, не благодушие, а бездушие. Жалости достоин таковой, безнадежный, страшливый, боящийся даже тени, а не только будущего судилища. Но как же избежать этого зла? Первое дело, надо всеусильно и неопустительно противостоять с прелогом всякий раз, как найдет эта страсть. Что она находит не дивно? Силу же берет она или от невнимания ума, не занятого благими помышлениями, или от зависти врага. Но как бы это ни случилось, встань уязвленный поскорее, молись, воздыхаясь, слезы источаясь, решительным отвержением страсти. И страсть скоро утихнет, и ты же успокоишься в Господе. Тогда познай, что ничто так не сладостно для души, как быть неосаждаемою и непорабощаемой страстьми. Не слышал разве что, говорит Господь, всякий творящий грех, есть раб греха, раб же не пребудет в доме вовек, сын пребывает вовек. Освободившись от греха и сыновления восприяв, опять ли поработим себя греху? Под крепкую руку Божию став дьявол, или станем данниками? Да не будет. Если кто разорит все, паки созидая, преступником себя представляет, говорит негде апостол, Галатам 2,18, не попустим же себе быть нарушителями заветов Божьих и опять садилась порабощенному дьяволу, после того, как получили уже свободу от него, сокровиществуя себе тем гнев на день гнева и откровения праведного суда Божия, ибо от таковых написано, червь их не умирает и огонь не угасает. Свободы, которые во Христе нас освободил, будем стоять, гнушаясь мерзкими мечтаниями, змея, каждодневно противостоя и противовоюя, не этой только страсти, но и всем другим, подавляя зависть, укращая лукавство, брата ненавидения и всякую другую злобу, чтобы избежать вечных мук и получить Царствие Небесное. Братья и отцы, не перестану этим добрым именем братства и Отечества именовать вас, зная, что в отношении к вам истинно такое именование. И не ложно такое прозвание, ибо истинная суть отцы и братья те, которые более родителей, более братьев, более рода своего, более родины своей, более всего видимого, возлюбив Бога, восприяли жизнь обществом, в котором одно сердце и одна душа, один Отец Бог и одно Отечество Иерусалим Небесный. Таковы и вы, братья мои, возлюбленные в Господе. Назову вас и словом Писания, род избранный, царское священство, народ святый, люди обновления, когда добродетели возвестите из тьмы вас, призвавшего чудный свой свет. Ибо воистину чудный свет есть монашеское житие, в котором мы призваны и в котором возвещаем хвалы покрывающего добродетели своей небеса. Здесь водворяется мудрость, целомудрие, мужество и правда. Здесь трофеи победы над лукавом о Христе Иисусе. По плоти ходя, не по плоти воинствуем, ибо оружие воинствования нашего не плотские, но сильное Богом на разорение твердынь, помышления не излагающие, всякое возношение, взимающее на разум Божий, пленяющее всякий разум в послушании Христова. Если взять во внимание видимых врагов, то увидим, сколь и какие поднимались гонения на Церковь Божию. И кому приходилось наиболее быть гонимыми, биемыми и убиваемыми, если не тем, которые распялись миру. Минуя давно прошедшее, в настоящем роде и в продолжении теперь действующей ереси, кто стоял до крови против греха, подвизаясь? Неблаженные ли отцы и братья наши, как наши обители, так и других? И воистину, такие дела и подвиги суть принадлежат преимущественно монахов. Монахи суть нервы и опоры Церкви. Вот каково и калико достоинство, дарованное нам благостью Божию. Но поскольку где сокровища, там приседят и воры, сокровища же души и суть добродетели, то напоминаю и прошу, будем трезвиться и бодрствовать, чтобы ни с ластью греховной не увлечься, ни гневом не озвериться, ни неверим не омрачиться, ни в ней исповедание не ожесточиться, ни другой какой страсти владычеству не поддаться, но держа себя выше бедственных страстей, будем усердно простираться в переднее, пока достигнем конца жизни. Опечаливать может быть кого слух, что наши монастыри разоряются врагами Господа. Но об этом что печалите? Ибо в монастыре храм Божий мы есть, в котором и сказано, если кто храм Божий разорит, покарает того Бог. То, что и эти храмы часто были разрушаемы гонителями нашими, достойны сожаления и печали, но они в большей части опять были восстанавливаемы промыслом Божиим. Может быть смущает кого-то, что мы не успеваем восстановить и обновить монастырей столько, сколько требуется по числу потерпевших гонения. Но как гонение теперешняя веру расстраивает, то весь подвиг у нас должен быть на то обращен, чтобы ее отстаивать и восставлять в силе. И пока это не сделано, но все еще хулиться имя Бога нашего и святые отцы предаются анафеме. Какая польза восстанавливать их? Кто, когда на ресталищных состязаниях, пробегши половину поприща, получал победную награду? Ибо говорится, никто не увенчается, если незаконно подвязаться будет. Почему, оставив такие помышления, будем твердо держать все исповедание веры и сердцем, и словом, веря неложному обетованию, ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и все сие приложится вам. Чего и буди нам сподобиться благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. Вот, двое из братьев наших Яков и Вассиан, один уже отошел ко Господу, а другой при самых стоит в дверях смерти. Мы же с вами бессмертными, не ту же ли чашу испьем и мы, как у испили прежде нас отшедшие. Блажен, кто этим делом занимает душу свою, память о смерти поставляет душою жизни своей. Ибо где память о смерти, там покаянные чувства, сокрушения, слезы, охлаждение ко всему земному, усложжение небесным, просвещение, вожделение лучшего и пренебесного. Где всего такого нет, там возникают злые помыслы, которые Господь осудил в Евангелии, какими уловляются и пленяются жизнелюбивые. Нам же всегда и при всем надо помнить о смерти и всячески пищись о том, чтобы ни к тому неуместным похотям, но волей Божией и прочее во плоти жить время. Довольно нам, что прошедшее время жизни нашей творили волю плоти и помышлений. Довольно нам прельщаться прелести, устрояемой дьяволом, отклоняющим нас от добрых расположений и начинаний, и метущим помышлениями злыми, от которых мы никогда никакой не получали пользу, а одни неприятности и унижения. Вот ныне время благоприятное, вот ныне день спасения. Ныне, когда услышите голос его, не ожесточите сердец ваших вопие Дух Святой. Поскольку видел он поползновенность на грех нашего естества, даже и на один день не имеющего постояня, тот человеколюбно ныне и сегодня определил на покаяние, чтобы никто не имел предлога уклоняться от него, но, чтобы всякий много ли кто нагрешил или мало, издавна ли грешит или только начинает, слыша это спасительное воззвание со всем усердием каждодневно обновлял и ощущал себя покаянием. Смотри, каково человеколюбие благого Бога нашего, дающего нам скорое и легкое уврачевание греха. Вылечиваются и телесные получающие раны, но для этого требуется большее или меньшее время лечения, чтобы они потом могли опять встать в ряды против врагов. У нас же, как только получено рано, тотчас и уврачеваться можно, если хотим немедля опять обратиться на врагов своих. Не пропустим же каждодневно каяться и обновляться духом, и не допустим, чтобы случившееся падение умом ли, словом или делом стало поводом к расслаблению и вознерадению, но сколько бы раз ни были мы поражаем столько же будем восставать и боясь суда Божия со всей силой опять вооружаться против страстей. Моисей, раб Божий, когда, молясь на горе, держал простертыми к небу руки, тогда Малик был одолеваем, а когда опускал их, тогда он брал силу. Таким же образом и у нас, когда ум чеснимый страстями взлетит на гору молитвы и как руки прострет помышления свои к Богу, тогда поражает невидимого Амалика, а когда не сделает этого, сам одолеваем бывает. Видишь теперь, что следует нам делать? Ничто другое, как в час нападения врагов, ум и руки воздевать к могущему спасти от смерти Богу. Этим одним враги обращены будут в бегство, а мы стяжем венец победы и царствие небесное наследуем. 318 Думаю, что опять ждут нас искушения и скорби, но говоря словами апостола, которые уместно припомнить при этом, не едино же попечение творю, не же имам душу мою честну себе, разве же скончать и течение моё с радостью и службу, которую принял от Господа Иисуса за свидетельство к Евангелия благодати Божией. Деяние 20-24 Так и мы будем по данной нам в мере веры мудрствовать и говорить, радуясь мучениям за Христа и благоволя более страдать за Него, а не отказываться поднять опять гонения, потому что уже много раз гонимы были. Слыша, что многими скорбями подобает нам войти в Царствие Божие, возжелаем более и более страдать и более и более терпеть, да благонадёжнее исподобимся получить блаженный тот вход. Может быть, по милости Божьей мы ничего не случится с нами нежелательного, но хорошо прежде страдания расположиться подъять свойственное страдание, чтобы, когда оно придёт, встретить его достодолжно. ибо душа не предуготовившаяся удобно одолима, если она, не настроившись добре, вдруг ввергнется в борение. 617-я страница, 4-й том добротолюбия, святого Фёдора судит о наставлении монахам. Но что я говорю о борениях, как о случайном чём? У нас каждодневное борение, каждодневная война, невидимая, но невидимая, не телу на душе раны наносящие, ее погубить ищущие. Почему припоясав чресла помышлений наших, и как воины Христовы облегшись в оружие правды, будем воевать усердно и недремленно, ибо никто спя не заслуживает трофеев и лёжа на боку не собирает богатой жатвы, но в том и другом требуется большой труд и пот. Если же в этом так, ни тем ли более неизбежно это в нашей брани, в которой стрелы, как стрелы молнии налетают, отсюда злая похоть осаждает, оттуда мания к славе, оттуда зависть с иной же стороны хула. Много и других козней у дьявола всячески покушающегося поколебать душу и ищущего, как бы поглотить её. И так, что всякому возумление пристойно взывать, если бы не Господь помог нам, в мале вселилась бы во ад душа моя. Но во всех сих препобеждаем за возлюбившего нас, и давидски говоря, о Боге сотворим силу, и тот уничтожит врагов наших. Тот есть мир наш, сотворивший из обоих одно, и уничтожит стоящую посреди преграду вражду плотью и своею. То есть победивший поправший дьявола и нам подающий силу побеждать его с обетованием за то жизни вечной, которую будет всем нам получить во Христе Иисусе Господе нашем. 319